В августе далёкого 2014 года небезызвестный Хидео Кодзима впервые презентовал своё видение популярной серии Silent Hill. Анонсированный проект вобрал в себя принципы, которые позднее начнут использоваться инди-разработчиками всех возможных категорий талантливости. Вид от первого лица, усиливающий погружение игрока, саспенс, камерность, медитативность игрового процесса и килотонны творящихся вокруг инфернальной дичи. Помимо вышеперечисленного, аудиторию неслабо подкупили и маэстро Дель Тора на пару с Норманом Ридусом, известным по роли потного бомжа с арбалетом в скучнейшем сериале про зомби, заявившие о своём непосредственном участии в процессе разработки. Игроки ахнули. Домоверсия под названием P.T. была скачана бесчисленное количество раз, а в сердцах фанатов Silent Hill, переживавшие далеко не самые лучшие времена, в кои-то веки поселилась надежда. Но потом Konami всё сломали. Я не собираюсь рассуждать о конфликте студии с дизайнером своей флагманской серии и переосмыслении её коммерческих приоритетов. Я лишь хочу сказать, что выгодные идеи на дороге не валяются, и выбрасывая нечто, что вызывает в комьюнити настолько лютый хайп, будьте готовы, что ваш конкурент обязательно использует это в своих интересах. Кейпкам так и поступили. Их понять не трудно. Сколько бы спин-оффов они не выпускали, основная линейка Resident Evil давно потеряла своё истинное лицо. Начиная с пятой части, серия настолько запуталась в себе, что буквально копировала задумки одноимённой экранизации за авторством читы Андерсон Йовович, променяв таким образом сюваивал составляющую на тупоголовый шутан с полётами, сверхлюдьми и мутантами. Причём криво сделанный. Но, заметив психи руководства Konami и бесхозный прототип нового Silent Hill, кейпкам по-быстрому ваяют практически идентичную пяти демку новой части Resident Evil. Герой также шляется по извилистым коридорам загадочного помещения, не понимая, что происходит, и старается решить многочисленные загадки, дабы поскорее вырваться на свободу. Всё это от первого лица. Разумеется, демо можно было проходить тонной различных способов, а её истинную концовку удалось получить далеко не всем игрокам. Но план сработал, интрига посеяна. А это значит, что у Кейпкам появились все шансы реанимировать дорогостоящую франшизу. Интересен тот факт, что самый первый Resident Evil ужастиком вовсе не являлся. Пугал он редко и вяло, являясь скорее боевиком с зомби, вооружёнными вояками и тонной пазлов. Но так уж случилось, что кто-то когда-то окрестил его сювайвл-хоррором, и кто я такой, чтобы спорить с устоявшимися истинами? Вопрос лишь в том, с какой стати создатели седьмой части решили, что у них получится кого-то напугать. Главный герой Итан получает весточку от своей жены Мии. Что странно, ведь девушка пропала три года назад. Более того, в полученном им видеосообщении, Мия всячески старается предостеречь мужа от поисков её бренной тушки. И будь Итан хоть чуточку эгоистичнее, а Resident Evil 7 в том виде, в котором мы её получили, нам осталось бы только мечтать. Но нет, по всем канонам джентльмен отправляется на встречу приключения. По итогу он оказывается в старинном доме, куда не помешало бы пригласить парочку подрядчиков. Здесь ему и предстоит познакомиться с жуткой семейкой Бейкера, встретить жену, заболевшую радикальным феминизмом, как может показаться на первый взгляд, и научиться собирать огнемёты, злейки и ненормативные лексики. И первые пару часов Resident Evil 7 действительно работает. Игра умело накручивает интригу вокруг шеи главного героя, щеголяя кинематографичностью, постановкой сцен, динамикой и творящимся вокруг беспределом. Напугать свою жертву она старается медлительностью главного героя, атмосферным саундом и, увы, тотальным непониманием принципов хорошего крепкого хоррора. Я говорю о том, что заблёванный холодильник, кастрюля с гниющим содержимым, и Хайсенберг, рвущие листы металла голыми руками, больше подходят трэш-лентам, которые обычно издаются прямиком на DVD. Кроме того, режиссёр с завидным упорством старается подогреть происходящее многочисленными отсылками к зловещим мертвецам, звонку и прочим классическим представителям около жуткого жанра. Но и, естественно, лишь к тем, которые знакомы практически всем. Это приводит к абсолютно пошлой развязке истории, предлагать которую сегодня должно быть попросту стыдно. Но в Capecom, судя по всему, об этом не знают. По итогу Resident Evil 7 вызывает лишь истерический смех. Но не только лишь благодаря неумелой работе с сеттингом, нет. Это даже неплохо, потому что лично я не знаю ни одного человека, который относился бы к играм серии как к серьёзным произведениям. Но реализация геймплея от первого лица предполагает несколько иную вовлечённость игрока в процесс. Такую, чтобы тот не просто видел страдания главного героя, но ощущал их, сопоставляя себя с ним. Capecom делает всё, что положено в таких случаях. На руках Эдена образуются раны и волдыри, герой тяжело дышит и реагирует на происходящее крепким словцом. Но, клянусь, за все 25 лет своей жизни я ни разу не видел, чтобы ампутированная конечность работала сразу же после присобачивания её степлером к культе. И уж тем более, я никогда не видел, чтобы человек сращивал оторванную ногу, поливая её смесью знаменитой резидентовской травы и эпоксидки. Последняя здесь, кстати, творит настоящие чудеса. Помимо лекарств, из неё реально готовить самые разнообразные боеприпасы, будь то пистолетные патроны или заряды для гранатомёта. Но как бы игра ни старалась объяснить нам, как это работает, и где вообще продаётся сия кремлёвская сыворотка, в голове игрока останется лишь один вопрос. Да вы, блядь, серьёзно? И да, они, блядь, серьёзно. Но в какой-то момент ты понимаешь, что перед нами тот самый резидент. С беготней туда-сюда, поиском статуи, странных ключей, комбинированием предметов и обязательными печатными машинками. Ах да, простите, действия игры происходят в июле 2017 года. Модернизация, все дела, печатные машинки — это прошлый век. Им на смену приходят диктофоны. И похер, что выглядят они как нечто, что прекратили выпускать ещё в середине 80-х, а съёмочная группа интернет-видеоблогеров записывает свои сюжеты на блядский ВХС. Мы готовы с этим смириться, лишь бы всё это не рушило антураж пугающе засранного дома. Но пазлы хороши. Если вы выросли на тех самых резиках с первой PlayStation, в седьмую часть можно прийти хотя бы за ними. Не нужно думать о том, что ближе к концу игра вновь трансформируется в дебильный шутанок на вечерок. Большую часть своего времени вы проведёте в поисках самых разнообразных ключей и замков к ним. Но даже с учётом того, что Resident Evil 7 реально одолеть лишь за 9 часов неторопливого прохождения, от неё устаёшь. Как только закончатся первые впечатляющие сцены, как только спадёт вау-эффект, нас ожидает самая настоящая рутина, которую не позволяла себе даже первая часть. Враги одинаково и скучны, локации одинаково и скучны, загадки начинают повторяться, а от сущности главного злодея хочется смачно харкнуть в телевизор и запустить фир. Положения спасают битвы с боссами. Они любопытны и занимательны, к тому же хвалёную вариативность действий реально ощутить только здесь. И она реально работает. Просчитывать наиболее удачные ходы для победы над козлом – самое интересное, что можно здесь найти. Но, увы, личность следующего оппонента разгадывается уже на втором часе прохождения. И таким образом теряется даже та малая толика заинтересованности, которую игра так усердно пыталась выжать из игрока. Я прекрасно понимаю, что Resident Evil 7 – одна из наиболее удачных игр серии за последние несколько лет. Если не брать в расчёт Revelations, конечно. Люди откровенно устали от тупого японского мочилова, заражённых пафосом героев. И мне не хотелось бы, чтобы кейпкам забивали болт на заложенную здесь механику. Её вполне успешно можно довести до ума, дав игроку больше геймплейных возможностей и докрутив отклик. Первое лицо однозначно должно иметь место в следующей части. Увы, но семёрка абсолютно нелепа. Нелепа она с сеттингом, эксплуатированием клише вековой давности и тупоголовостью. К тому же, насколько безумные в своей идиотичности приключения не переживали старые герои франшизы, вроде Криса, Джилл, Леона, Ады, Клэры и прочих, мы их помним. Помним до сих пор. Увы, но ни Итан, ни Мия, ни остальные личности таких привилегий не заслуживают. Они пустые и скучные. Переживать за них бесполезно, потому что, скорее всего, про них никогда больше не вспомнят даже сами создатели. С тем же успехом Resident Evil 7 можно было назвать как-нибудь в духе Resident Evil «Усадьба». И она продалась бы не хуже, хотя бы потому, что сегодня люди готовы играть во всё, что угодно, лишь бы хоррор, да, от первого лица. Спросите Кирилла, а пришпиндюривать популярного героя серии к одной единственной кат-сцене в истории о маленькой злобной девочке, не стесняющейся фраз а-ля Лишь бы привязать эту мерзость к канону, это, простите, подло. Ну а по мрачному особняку я могу побродить и в оригинальной игре. Или в одном из её многочисленных ремейков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok